Я в прошлом году закончил университет, ходил работодателем, искал работу. Вакансий в свободах не было по моей специальности. История брещанина Максима – это только один эпизод из жизни человека, оказавшегося без работы. Ситуаций в жизни происходит очень много, и иногда тот, кто теперь живет со статусом безработный, еще несколько недель назад и не предполагал, что все получится именно так. Помочь трудоустроиться и призваны ярмарки вакансий. Пообщаться со специалистами кадрового отдела и задать интересующие вопросы можно непосредственно во время мероприятия. Наниматели получают возможность пообщаться с людьми сразу с несколькими кандидатами. Они записывают людей как на сегодняшний день на трудоустройстве, на те вакансии, которые есть, так и в резерв. Они рады, что получают возможность при появлении вакансий тут же обратиться к тем людям, которые ищут работу. Они здесь смотрят уже их документы, смотрят их трудовые документы об образовании, квалификации, беседуют с ними. Они получают список желающих людей работать на этом предприятии. Ну а для людей, естественно, это прекрасный шанс предъявить свою кандидатуру для возможного трудоустройства сразу нескольким нанимателям. То есть собеседование проходит в одном месте сразу нескольких нанимателей. Это для них облегчает возможность и себя как-то показать, побеседовать, где-то наши услуги службы занятости уточнить. То есть такие три стороны, мы, наниматели и безработные, все вместе собрались в одном месте. Поэтому, конечно, это очень эффективно. И ярмарки вакансий себя зарекомендовали уже не первый год. Порядка двух десятков организаций стали участниками очередной ярмарки вакансий. Среди них как известные предприятия-гиганты, так и небольшие заводы. Каждое предприятие заинтересовано в работниках высокой квалификации. Поэтому прямо на месте специалисты-кадровики изучали все документы, подтверждающие образование, знакомились с биографией и интересами. Как показывает практика, ярмарки вакансий имеют ощутимый эффект. Уже не одна сотня брещан смогла определиться со своим профессиональным будущим. За январь-март уже мы отработали с жителями города Бреста более с тремя тысячами. Было предложено 1474 вакансии. 800 человек уже трудоустроены. По остальным отрабатываются и будут предложены иные варианты. Что касается сегодняшнего мероприятия, то активно откликнулись такие предприятия, как Санта-Брэмор, Газаппарат, Гефецтехника, Мясокомбинат, Берестейский, Пекарь и ряд других предприятий. Сегодня есть необходимость взять человека. Вот мы пришли на это мероприятие, чтобы подыскать хорошую кандидатуру. После прохождения медосмотра мы готовы сразу же взять на работу, если кандидат у нас устроит по всем параметрам. Следующая четвертая по счету ярмарка вакансий пройдет 21 апреля. Со своими предложениями здесь выступят специалисты строительной отрасли. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дород Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания Бухтове.